I have ways of blowing things off. Да, так и после улучшения эффективно против техники. Вот это нам очень понадобится. Я себе хотел также ЛРМки для поддержки подкрепления, призывать бравых вояк, не расходы и удовольствия. Нам оно нужно, но я не хочу при этом идти назад. А где мы сможем еще такие получить? Мы сможем здесь получить. Типа тактически нам, чтобы продвигаться чисто вперед, надо сюда и сюда. Но я думаю, что мы, наверное, задержимся. Пойдем сюда, сюда, а потом сюда. Мы также можем обойти по кромке, но по кромке нам невыгодно, потому что тут против нас будут противопехотные штурмовые грузовик, а за это мне дадут пехоту еще два чего-то, я не знаю чего, я не уверен, что я хочу так рисковать. Также здесь против нас будут гаубицы и мощные противопехотные. И, короче, я тоже не хочу туда. Пойдем сначала здесь. Насчет оснащения. Против нас будет... Блин. Я бы поставил, наверное, взял бы с собой Тау. Я бы взял бы с собой... Ну, на отличие не наемников, обычных солдат. Что бы я еще взял с собой? По идее, наверное, все, щитовиков я не хочу брать слишком ценные ресурсы, и он один снайперов. Я бы хотел снайперов, и мне, кстати, они нужны, но я не знаю, как это все потом будет выглядеть, и где мне их потом взять, потому что снайперы мне очень понравились. Могучий пулеметчик с крепким здоровьем. Я не знаю, что я ему сделаю, и кем я ему что-то буду делать. Может быть, знаете что? У нас есть... Ты у нас кто? Турель для обороны базы средней дальности для обороны командного центра. А ты у нас... Переносная противопехотная. Нужно ли оно мне? Ну, то есть, этих турелей три. Я бы взял бы, наверное, турельку для обороны базы. Я еще до конца не понял, как это работает, поэтому давайте возьмем. У нас все равно много. Поехали. У меня до сих пор небольшие сомнения по поводу наших жизней, и как это все будет потом выглядеть. О, у них опять такая база. Прикольно. Мне нравится, что они время-тремни меняются. Так. Супер. Значит. Все, я понял, как это работает. Раз, два, три. Стандартно. Раз, два, три. Стандартно. Четвертый пойдет пехотинец, чтобы у него хотя бы одна подствольная гранатка была. Да, ребят, спасибо, что написали мне насчет денег. Я это знаю, как деньги работают. Но я их использую в конце, как, ну, скажем так, козырь. Когда мне чего-то может не хватить, я перестраховываюсь этими деньгами. Мне проще, чтобы они были изначально полностью прокачаны, чем я потом в последнюю минуту начну их лихорадочно качать. Так, наемники у меня откатились. Вот как раз троих я сейчас закажу. Возьму еще одного в персонал. Мне нужно одну Тау поставить. На тот случай, если меня будут давить как раз вот этими противопехотными машинами. Ай, блин, мы его прижали, между прочим. Мне проще всего будет подождать, пока вот эти две красные волны пройдут. Подбиваться. Э-э-э-э, Тау, не трогайте. Короче, ладно, поехали. Немножко закажу солдат. Мне просто мою Тау жалко, поэтому... Ее разбили? Твари. Немножечко просто найму профессиональных солдат, чтобы они отодвинули этих чудачков от моей базы. Отлично. Прокачиваемся. Я на этих солдат прям много не рассчитываю, но я рассчитываю на то, что они смогут... Так, давайте немножечко наемников. Ну да, да, моих ребят тут выровняли всех. Перегрев турели, там откат происходит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну ты долго еще откатываться будешь? Давайте, ребят, нам нужно немножечко еще. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Мне нужно героя выдержать Поехали, поехали, поехали Сейчас кидаем все, что можно в бой Так, турель перегрелась Ну, по чуваку потихонечку гасят, это хорошо Давай, поехали, этих троих Герой будет только один По нему, кстати, неплохо заходит Ну Наемничка Подкидываем людей Вот так, давайте, давайте, давайте Гренками по ним Есть, все, 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 все Нормально, герои свалили Отбились, база целая Дальше, дальше просто сидим Потихонечку Подкапливаем поинты Сейчас наемники пойдут, их уже по два штуки будет вылазить Давайте скорее наемники, говорю Хорошо Удачно Тоже хорошо Мне за это меньше экспы дают или где? Давайте, еще два уровня осталось подкачать Опа, греночку тебе лови, дружище Не зевай Хорошо Я жду следующую горячую волну К тому времени, я надеюсь, что у меня наемники будут прокачаны на три Давайте, давайте, еще немножко Вот этих чуваков еще разбейте Хорошо, еще одного Отлично, все Наемники прокачаны на максимум Раз, два, три Мы их сейчас максимально пускаем в бой Выдержим следующую волну, потом идем в атаку Блин А как это моя Тау так быстро взорвалась? Давайте сюда А, еще один герой Вы серьезно? Держи У меня нет денег Возможно, я сейчас тогда вкину деньги Сейчас посмотрим На тебе греночку Раз, два, три Деньги Да, перегрели турель, но мы их немножко подавили Хорошо Еще три А, черт, нет, но деньги Потому что мне сейчас понадобятся люди против вот этой твари воевать Гренами в него Всем подряд в него Давайте, ребят Есть, хорошо Солдаты чем молодцы, что они гренками просто заплевывают Вот у них первый выстрел гренкой идет прям хорошо. Так, супер. Значит, поднимаем еще немножко денежку. Следующий уровень мы, наверное, сейчас возьмем себе больше казарму. Да. И будем потихонечку наступать. Вот эти ребята у нас уже доживают свое последнее. Итак, раз, два, три. Все, казарма забита, отлично. Вот этой толпой мы сейчас и пойдем. Супер. Подкидываем. А фиг ли там еще один Буба-то взялся? Вы че? Ну блин, ну в таком меня жизнь не готовила. Вы совсем что ли? У них просто время от времени выходит герой. Ну, я думал, он только при сильном наступлении будет, типа, выходить. Деньги. Мне гранаты нужны, ребят. Давайте. Давайте гренами его закинуть. У них уже пулемет должен перегреваться там или что-то. Да, наконец-то. Раз, два, три. Поехали. Все, время наступать. Потому что у нас сейчас уже начинается тот период, когда нам нужно идти вперед. Желательно идти вперед быстро. Все, попробуем еще один уровень получить. Он тут уже совсем чуть-чуть. Давайте подкидываем еще одного. Блин, уничтожи колючая проволока. Ну, вы, конечно, идти. Поставлю здесь Тау. Раз, два, три. Поехали. Все, давайте атакуем. Атакуем, говорю. Пофиг. Ну, так. Стратегия себя оправдала. Насчет турельки по защите базы. Ну, как бы да. Но, как бы нет. Не знаю. Что мы секретного получили? Мы получили еще два отряда пехотинцев. Ну, в принципе, норм. Так, да. Мы можем пойти сейчас здесь. Это будет, кстати, самый легкий вариант. Потому что мы получим еще пумы. А против нас... Блин. Чуваки с листочивым. Это отвратительно, конечно. Но мы получим пулеметчиком. Мы можем пойти сюда. Здесь будут хорошие турельки. Противопехотные. Что нам делать с штурмовыми грузовиками? Получается, из средств подавления штурмовых грузовиков у нас есть только... У нас даже Тау не осталось. Как круто. Оп, не туда. Тут у нас оснащение, ударная группа. На поле выводится дополнительная пума. Добавляется ракетная установка. Эффективная против техники. Да. Но... Блин, он, кстати, занимает три единицы. Мощная техника для атаки. После улучшения эффективно против техники. Против нас и будет техника. Мне, по идее... Погодите. Боец, стрелок, дробовщик, груз. Я бы, наверное... А, блин, проволоку брать тоже не особо вариант. А это у нас что? Это у нас дымовуха. Можно дроны, кстати, взять. Я не знаю, насколько они эффективны. Ну, то есть, я знаю. Я их брал уже, но... Мне не очень понравилась их эффективность, так скажем. Да, чтоб тебя... Это сюда. А сюда? Вот сюда нам точно нужно будет брать... Для поддержки призывает бравых вояк. Какие расходы удовольствия? Удовольствия, блин. Смотрите, тут дадут еще дронов. Если что. Давайте мы попробуем. Пойдем сюда. Возьмем наемников. Возьмем пехоту. Возьмем дронов. И возьмем... Что я еще могу взять? Та у меня нету. Что можно взять против техники? Ну вот, дроны у меня как раз и будут, значит, против техники, да? Так и поступим. Может, еще одну турельку защитную для базы взять? У меня их четыре. Немножко сомнительной удовольствием. Ладно, пробуем. Я очень сейчас сильно сомневаюсь, что мы вытащим, но... Готов рискнуть. Порфилирующий кейс. Супер название для операции. Я вроде не видел у них ни колючей проволоки, ничего такого. Значит, сейчас сделаем по-другому. Делаем вот так сразу. Делаем раз-два-три. Раз-два-три. Моста два, потому что... И это все будет очень печально. Мои силы будут расплываться, разлетаться. Внимание, сильная волна. Ага. Не знаем такое. Через минуту дроны откроются. Блин, а стрелки... Это, ну, типа, почти снайперы, да? Ёлки-палки. Так, мне нужно срочно прокачивать этих ребят. Стрелков? Насчет стрелков я немного... Блин, а как тут пониже, как бы, сделать чуть-чуть? Стрелки-это прям проблема. Мне сейчас нужно как можно скорее выходить на... Знаете, вот здесь вот... Да, отлично! Одно игре на двоих стрелков. Мне как можно скорее нужно выходить на второй уровень прокачки. Блин, они уже по мне гасят, да? Они меня просто завалили. Ну, все, мне хана. Причем очень быстро хана. Да, я не рассчитал. Мне нужно... Блин, я потратил сейчас свою вторую жизнь. Да. Они все причем взорвались. Мне за это дали экспон, но толку от этого никакого. Блин, я потратил свою вторую жизнь. Мне нужно было брать турель... Ммм... Я вас понял. Хорошо, значит, во-первых... Ха-ха-ха! Этих ребят... Да, потому что они как минимум бесплатное мясо. Этих ребят, да. Противопехотную турель. Да. И турель для защиты базы. Да. И дроны это все фигня. Блин, я правда не знаю, что я буду с тачками делать. Но они же тоже как-то, по идее, взрываются. Нет, надеюсь. Ха-ха-ха! А прикиньте их не... Нет, ну их возможно уничтожить. Пехота же уничтожал до этого эти уазы и всякое такое. Поехали. Мне при... О! Карта рандомная, значит? О! Погодите. Мне просто не нравится, когда с двумя мостами и всякое такое. Супер. Значит, раз, два, три. Поехали вперед. Мне быстро нужно просто территорию отхватывать. Раз, два, три. Поехали вперед. И сейчас мне нужно будет поставить за полтосик где-нибудь противопехотную турельечку. Чтобы она просто не подпускала сюда ни одну тварь. Давайте скорее. Продвиньтесь, продвиньтесь. А, противопехотная турель очень быстро глохнет. Это жаль. Раз, два, два, три. Раз, два. Раз, два. Мне сейчас нужно обороняться. И вот эти турельки, они у меня в большинстве сейчас в своем будут против снайперов. Блин, тут просто в начале идет огромная длинная вот эта волна, что я не учел, собственно. И вот эти турельки, они у меня в большинстве. И вот эти турельки, они у меня в большинстве. И вот эти турельки, они у меня в большинстве. И вот эти турельки, они у меня в большинстве. И вот эти турельки, они у меня в большинстве. И вот эти турельки, они у меня в большинстве. Блин, их валят. Их надо ближе сюда ставить. А, эту тоже завалили. Хорошо, вот тут возле базы ставим. Они косые, просто офигеть как. Но справляется. Давайте еще один уровень. Так, вторую турельку подбили. Это не проблема. О-о-о, а сейчас проблема. Прикиньте! Я оказался не готов к этим машинам. Меня сейчас в самый раз тут разгромят. Я думал, что турели это что-то более жесткое. Серьезно. У меня осталась последняя жизнь? Really? Блин. Блин. Я прямо сейчас тогда на грани получается. Так, что тут? Тут баги, гаубицы. Черт, мне это не надо. Отсюда, сюда можно, отсюда, сюда можно. То есть, чтобы сюда пройти, мне нужно убить очень многое. Чтобы добраться к этой жизни, я рискую потерять жизнь, грубо говоря. Ударная группа. Я думал, что вот эти турели противопехотные, они прям будут эффективны. А они, ну, грубо говоря, вот совсем не очень. Хорошо. Я пойду ва-банк. То есть, я проиграю, так проиграю. Пойдем сейчас сюда. В оснащение возьмем вот эти тачки. Ну, потому что много из этих техник, я первый раз вижу, как она работает. Так, это все у нас будет скалироваться от наград. Поэтому сейчас быстро вкатываемся туда. Берем обычных. Ну, а бы обычные у нас там... Опять же, возьму турельку, потому что будут газовщики. Газовщики, по-моему, по турелькам не должны носить какой-то урон. Поехали. Вот, я вполне осознаю, что я могу проиграть. Это довольно сложно, но... В конце концов, если проиграю, мне потом, видимо, придется переиграть первую часть, чтобы мы с вами дальше начали уже со второго острова. Я не знаю, как это все будет. Посмотрим. Так, турельку сразу сюда. Это вот так. Одно боевое очко надо. Вот оно сейчас у нас... Оно там сейчас рванет, если что. Два боевых очка надо. Вы нормальные вообще? А, вон, пошли эти... Пердушки с газовыми гранатами. О, хорошо! Видели? Зачем? А почему я не могу ее заказать? Сколько? Сколько? Ну да, этот раз мы тоже проигрываем. Короче, да, это тотальная фиаско. Нас разбили. Я так и не понял, как ее... Сколько она... А, она стоит 3 человека и 100 денег. Ну, чего у меня нет и не будет, ясно. Я провафлил, что для нее нужно... Круто! Нас три раза подряд разбили. Потому что я недооценил всю серьезность ситуации. Нужно было больше смотреть на тактическую карту и смотреть, какие зоны будут горячими, насколько большая будет дистанция. То есть я все рассчитывал в перспективе. Как-то несколько раз у меня проходило так, что я кое-как на соплях вначале держался, а потом начинал давить людей. А вот сейчас у меня это не пошло, поэтому... Короче, пишите, что вы думаете. Ну, то есть я продолжу играть в эту игру, просто скажите, если вы хотите дальше, я бы мог тогда сразу начать уже со второго острова. Первый я пройду вне съемок. Вот. И мы с вами можем начать со второго острова, примерно с того же момента. Или как-то все будет происходить. Мне просто интересно, как все это с броней, с транспортом... Это все выглядит очень многообещающе. Также мы можем сходить в случайные битвы. Я уж не знаю, как это все будет происходить, но игрушка выглядит просто офигенски. Пишите ваше мнение, как мы поступим дальше. Это все-таки наши субботние развлечения, и вы знаете, они не всегда постоянные. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-добра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok